Продолжение следует... Конкретные. Но в итоге у автора остается ряд конкретных файлов. Об этом можно посмотреть тоже в разделе видео обязательно. И в конце этого ролика мы тоже обязательно покажем те файлы, которые формируются. Я еще раз скажу. Мы сразу создаем себе таблицу источников, это очевидно. Мы создаем папку, в которой складываем все прочитанное. И мы создаем рабочий файл, в который мы пишем наши сразу. Тезис, который мы для себя выделяем, и источник. И параллельно отгребая источники и фиксируя их в файле, у нас формируются два раздела статьи. Это актуальность и источники литературы, которые уже к ним привязаны в конце. Поэтому с этим мы решаем, убиваем 52 зайца, чтобы в этом потом вообще не ковыряться. Прочитав статью, мы выписываем, естественно, для себя полезные источники из нее. Их более подробно ищем. То есть здесь мы брали вот 2005, вот 1999. В этом ничего страшного нет. Потому что мы будем изучать эту проблему за 25 лет, а не за там только 5. В общем, да. Или мы брали источник, вот тоже 99. Очень хорошая вот эта статья. Ланга, 93 и так далее. Это вот то, что мы для себя выписали из первой статьи. Это раз, два, три, четыре, пять источников уже. Пишется по 15. Ну, то есть на самом деле, если они все подойдут, то можно на них действительно писать статью. Потому что все по тематике они совпадают. Была отработана тема, все эти источники были переведены. Это все тоже можно посмотреть здесь. Линии улыбки там и так далее. Мы писали причины, которые мы находили. И то, что мы брали из других статей. Теперь по листочкам. Что нам удалось узнать за вот этот период? Ну, например, изучая источники диссертации. Что, конечно, основная часть. Да, поговорим теперь о проблеме, которую мы изучали, чтобы дать понять, насколько мы тщательно подошли к этому вопросу. Нам удалось проанализировать источники с 63-го года, на самом деле, могу сказать. Как была придумана операция Björn. И, по-моему, даже немножко раньше, да, с того момента, как была придумана операция Björn. Это опекально-корональное смещение, которое используется, например, для лечения одиночества в рецессии диссертации. В общем-то, этот период наиболее бурного роста развития мукогенгивальной хирургии. И поэтому исследовать объективные источники 30-х годов, 30-х, 40-х, 50-х, когда происходили фундаментальные исследования, бессмысленно, потому что мы наблюдаем их результат клинически. Сколько этой темой мы уже достаточно владеем, то мы брали определенный период отселивать из статьи, которые строго попадают в нашу тематику. То есть, мы исследуем причины возникновения рецессии диссны. Какие они бывают, как они взаимосвязаны между собой, какие влияют больше, какие первичные или нет. Но для нас действительно фактор первичности здесь имеет особое значение. Мы хотим выяснить, могут ли продиктованы быть рецессии тем набором генетических параметров, которые имеют конкретное фенотипическое выражение, как первичными факторами. То есть, даже если бы были еще какие-то другие факторы, то они бы влияли в меньшей степени. Либо как окружающие среды, либо как внутренние среды пациента, например, перегрузка зубов или ношение брекет-систем и еще миллион чего-то другого, других факторов. Нас беспокоил этот вопрос, в источниках мы такого, к сожалению, не нашли. Но мы изучали, изучая эту проблему достаточно давно, мы знаем, что существует три метода лечения рецессии хирургического, которые на сегодня уже подтверждены и как методы, и с позиции результатов. В общем, они вытесняют один другой, один вытесняют другой и так далее. В общем, мы имеем возможность для выбора метода в зависимости от клинических условий в полости рта, поскольку эта тема на сегодня достаточно хорошо изучена. И нами в том числе. Это операция Бьерн-63 год, как я сказал, это операция Де Санктис-Зуккелли 2000 год. Это метод опекально ротированного лоскута для устранения множественных рецессий. В дальнейшем Зуккелли он предложил оперировать больше зубов, уже Де Санктис не согласился соучаствовать в этом. Поэтому все работы последующие, после 2009 года, они имеют авторство только за Джованни Зуккелли, профессором Балонского университета. И священа не тому, что может быть центральным зубом не только клык, но и, например, четвертый зуб, но и на самом деле и так далее. Бывает и пятый зуб центральный при множественной рецессии. И можем оперировать больше зубов, гораздо, там, 11, можем 12, если это надо, в одну операцию. И действительно все это работает. Это самое, в общем, замечательное. Потому что вся методика так или иначе посчитана, и по факту мы просто расширяем те принципы. То есть, до модификации она, конечно, оказалась очень положительной тоже. И третья методика – это операция Виста. Это тоннельный метод устранения рецессии Десны комбинированный, поскольку он подразумевает еще дополнительную манипуляцию. То есть, это разрез с увеличением объема как раз прикрепленных тканей, которые необходимы для создания адекватного объема для устранения рецессии Десны. При этом трансплантат, ну, как, в общем, и остается по-прежнему, является золотым стандартом, как это и было. И пока в мире, в общем, нет материала, который могли бы заместить трансплантат с неба или с бугра, челюсти. Выбор чаще падает при работе в области имплантатов на бугра, челюсти. Но в остальных методиках и особо эстетичных работах мы работаем с небом для того, чтобы трансплантат имел другой цвет. И в области, например, каких-то особой эстетики – фронтальный участок улыбки вверх и нижних зубов. При тем более завышенных требованиях пациента, конечно же, это имеет большое значение. Значит, выбор хирургического метода, как пишут источники, происходит в зависимости от класса рецессии. Это, в общем, мы и так знаем по своим источникам. Но есть такой фактор, как процент закрытия корня зуба. Этот подход нам удалось полностью разломать, потому что при введении всех адекватных показателей оценки рецессии Десны процент закрытия корня перестает что-то значить, потому что могут быть очень непопадающие значения в эту модель. Например, 160%. Или могут быть, когда рецессия была, например, 6 мм, а стала 3 или 2. И мы имеем значение меньше 80%. Но по факту это действительно результат, это успех сделать из 6 мм на каком-нибудь, например, 16-м зубе или 17-м и закрыть. Да, рецессия – это зуб последний, тем более. То есть, да, дефект у нас концевой. Одна из причин, по которой пациенты обращаются активно за лечение множественных рецессий Десны, это, конечно же, психологический дискомфорт. Потому что, ну и в меньшей степени функциональные нарушения, потому что, конечно, рецессия Десны, она, в общем, изменяет уровень зубов и улыбки, особенно если в переднем участке выглядит, конечно, не очень эстетично. Ну, как мы знаем хорошо и давно исследуем эту проблему, использование материалов из твердой мозговой оболочки, оно позволяет полностью замести трансплантат, поэтому для нас, в общем, тут это тоже очевидно. Мы изучали причинные факторы возникновения рецессий Десны, частоту рецессий, одиночных, множественных, генерализованных. Мы изучили подробные механизмы возникновения рецессий Десны, то есть, ведущие патогенетические факторы, сопутствующие условия, их влияние, вес в различных популяциях. Мне казалось бы, за два месяца, в общем, этого на работы достаточно. Мы изучили осложнения при лечении рецессий Десны, которые также были для нас положительные. И первично мы себе представляли эту модель, как взятые за основу генетические определенные показатели фенотипические. И то, что мы бы их делили, естественно, на генетические, которые первичны. Потому что, например, у пациента с теничной конституцией рецессия образовалась в 14 лет. Потому что у него на клыках отсутствовала замыкающая компактная пластинка. Это 83% людей на планете, они имеют такую ситуацию. И вот конкретно у данного пациента у него возникла рецессия, потому что именно в 14 лет у него отсутствовала кость. И когда у него зубы росли, а челюсть не выросла, например, ну да, пусть на верхней челюсти, или на нижней более показательной была микрогнотия, он сосал палец, ротовое дыхание. Ну, современные дети, короче, говорят, что там ходить далеко. И, значит, у него возникла рецессия в 14 лет. Ее надо, по идее, устроить хирургически. Достаточно глубокая, может быть, одиночная щелевидная или множественная, с центральным зубовым клыком. Так вот, в его случае это было определено генетически. И возникло бы, независимо вообще ни от чего, в какой бы он среде жил и так далее, вода, еда, питание и прочее. В общем, это бы никак не влияло. Его оживание, потому что он еще растет, у него не может быть никаких там перегрузок, вредных привычек типа курения, там, и ожирения, и всего на свете и так далее. Поэтому, в общем, это была одна часть. Вторая – это фенотипическая часть. То есть, те показатели, которые имели проявление измеримы, пациент уже взрослый, и эти показатели фенотипические, они могут меняться в процессе жизни. И в зависимости от того, как они меняются, рецессия может возникать или нет. Вот эту модель, по-моему, пока и не применена, но периодично она была такая. И мы определили потом ряд показателей. Это сустав, прикус, продонтит, эндокринные нарушения и какие-то внешние факторы. А потом мы в итоге подошли к тому, что пока эту модель мы не будем использовать, потому что не все нам там понятно. И мы возьмем модель какую-то проще.